Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава второй книги Хроника Липпор Липоменон Для библейского портала экзегет читаю перевод российского библейского общества И в этой главе появляется, в следующих тоже он будет, пожалуй, главный герой книги после Давида Царь, который идет путем Давида и похож на Давида, который сравнивается именно с Давидом Языкия, сын Ахаза, довольно нечестивого царя Языкия воцарился, когда ему было 25 лет Он царствовал в Иерусалиме 29 лет Его мать Ави, дочь Захария, он творил дела угодные Господу так же, как предок его Давид Вот это очень важное замечание Не просто одни цари получше, другие похуже, но это вот в полную меру Давида В первый месяц, с первого года своего царствия он открыл и починил врата Господнего храма С чего начинается забота о храме, для хрониста нашего автора это очень важно Он привел туда священников и левитов, собрал их на восточной площадке и сказал им Слушайте меня, левиты, осветите, очистите себя, осветите храм Господа, Бога ваших отцов Уберите из святилища всякую скверну Самое главное не просто ремонт, там стены подкрасить, где-то подлатать дырки А очистить от языческих всяких напластований Отцы наши грешили и творили дела, ненавистные Господу нашему Богу Они оставили его, отвернулись от жилища его и встали к нему спиной Они даже затворили двери притвора храма и погасили светильники Они не совершали в святилище воскурения и всесожжения Богу Израиля За это прогневался Господь на Иудее Иерусалим Заставил их трястись от ужаса, обрек их на опустошение и унижение, как вы и сами видите За это наши отцы были убиты, наши дети и жены уведены в плен Но теперь я решил заключить договор с Господом Богом Израиля, чтобы отвратить от нас его пылающий гнев Хватит вам бездействовать, дети мои Вас избрал Господь, чтобы вы предстояли пред Господом и служили Ему, чтобы вы совершали свое служение и воскурение А что, без царя они этого не знали, что ли? Он им первое об этом сообщил, да? А так они думают, зачем мы вообще нужны, зачем нам храм тут в середине города Иерусалима? Конечно, знали, но предшествующий царь Ахасдей, пожалуй, при других царях тоже такое бывало В общем-то, об этом не заботился, и когда высшая власть в государстве не проявляет никакого интереса к этим вещам Ну, есть всегда энтузиасты, есть всегда те, кто будет все равно этим заниматься Но это, знаете, такое хобби, да? И это никак не влияет на массу народа, на большое количество людей И то, что делают здесь языки, это именно попытка возродить вот этот завет с Богом Фактически его надо перезаключить, потому что из прежнего они уже по факту выпали Тогда принялись за дело левиты И снова перечень, потому что это важно, кто потомок этих левитов и священников узнает Вот мой прадед там этим занимался Махат сын Амаса, Иоиль сын Азари, они были кахатитами, то есть один из родов левитских Из миролитов Киш сын Авди и Азари, сын Иехалла-Лейла Из потомков Гершона и Иоах, сын Зимы и Эден, сын Иоаха Из потомков Алицафана, Шемри и Эйел Из потомков Асафа, Захария и Маттания Из потомков Хемана и Ехиел и Шеми Из потомков Иедутуна, Шемая и Узиел Они собрали своих братьев, осветили и очистили себя И отправились совершать очищение Господнего храма Как приказал царь, следуя слову Господа Священники вошли во внутреннюю часть храма Господа, чтобы его очистить Они стали выносить во двор всякую мерзость, какая была в храме Господа То есть, опять-таки, самое главное, это избавиться от язычества Мерзость, что там, не грязь, конечно, паутина, там какие-то бумажки валяются Тем более бумажек еще не изобрели А языческие всякие предметы, изделия, статуи Там они передавали юлевитам мерзость, которые выносили все это к потоку кедрон То есть, вот избавиться, скажем, вот в этой долине кедрона Там как-то сжечь или выбросить Они начали освящение в первый день первого месяца И в восьмой день они достигли Господнего притвора То есть, смотрите, не торопясь Восемь месяцев все это занимало То есть, не просто, еще раз говорю, побелили, подмели, да А прошли и внимательно разглядели, где что могло находиться Освящение храма продолжалось еще восемь дней И было завершено в шестнадцатый день первого месяца Тогда они отправились к царю языке со словами То есть, смотрите, практически год, да Первый день первого месяца и в шестнадцатый день первого месяца следующего года Отправились к царю языке со словами Мы очистили весь Господний храм, жертвенник для всесожжения со всеми его принадлежностями И стол для хлеба со всеми его принадлежностями Мы также приготовили и осветили всю утварь, которую осквернил царь Ахас, совершая преступление во время своего правления Теперь она у Господнего жертвенника Приготовили и осветили Вероятно, они сделали новые сосуды для священного действия Всевозможные эти щипцы, там, вилкин, прочие предметы, которыми оперировали с жертвами Да, вот, сжигая тушу животного Они были использованы для языческих жертв и старые уже не годились Следующим утром царь языке собрал городских сановников и отправился в храм Господень Они привели с собой семь быков, семь баранов, семь ягнят и семь козлов для очислительной жертвы За царство, за святилище, за всю идею То есть, жертвы подобны тем, которые при первом освящении Скинии, затем храмы приносились Царь приказал священникам, потом комаронам, сжечь животных на Господнем жертвеннике Священники закололи быков, собрали их кровь и окропили ее жертвенник Потом закололи баранов и окропили их кровью жертвенник Потом закололи ягнят и окропили их кровью жертвенник Козлов приготовлен для очистительной жертвы А очистительная жертва — это не то же, что обычно Это они берут на себя грех, символически берут на себя грех народа Подвели к царю и всему собранию, чтобы они возложили на них руки Тем самым отождествили себя с жертвым животным и сказали и убить надо вообще-то нас за наши грехи, но мы вместо себя приносим это животное. Священники закололи козлов и окропили кровью жертвенника, очищая его во искупление всего Израиля, ибо ради всего Израиля царь повелел принести всесожжение и жертву за грех. Левитам он приказал стоять в это время в Господнем храме с кимвалами, лирами и арфами, как было установлено Давидом. Вот возвращение к образу храма при Давиде еще задуманному, а построенному при Соломоне. Установлено Давидом, царским провидцем Гадом и пророком Нафаном. Это Господь так повелел через своих пророков, а они, соответственно, передают волю Господа. Левиты стояли с музыкальными инструментами Давида, освященники с трубами. Из Икеи повелел изложить всесожжение на жертвенника. Когда началось жертвоприношение, то началась и песня Господня по звуке труб и инструментов Давида, царя Израиля. И все собравшиеся пали ниц по звуке песен и труб и оставались так, пока не совершилось всесожжение. Тоже очень важный момент, что это поддержано израильтянами, что это не просто царь чудит, левиты вынуждены его слушаться, но это все-таки действия всего Израиля, пусть и не все совершенно искренне и одинаково охотно, но все же все. Когда всесожжение было окончено, царь и все его приближенные преклонили колени и пали ниц. Царь Изякия и сановники приказали левитам восхвалять Господа словами Давида и правица Асафа. Они с радостью воспели хвалу и поклонились и пали ниц. Царь Изякия сказал, «Теперь вы все посвятили себя Господу. Приходите сюда, приносите жертву и благодарственные приношения в храм Господень». Тогда все собравшиеся стали приносить жертву и благодарственные приношения, и каждый, кто хотел, приносил всесожжение. То есть первая церемония была от имени всего народа, это пошли частные жертвы. Вот человек либо за себя благодарит, либо сам приносит жертву для того, чтобы прославить Бога, либо очищается от своих грехов, принося эту жертву. Вот общее число всесожжений, принесенных собранием. 70 быков, 100 баранов, 200 ягнят. Все это было принесено как всесожжение Господу. Общее число священных приношений. 600 быков и 3000 баранов. Но священников было слишком мало. Они не успевали снимать шкуры жертвенных животных, потому что есть определенный порядок, есть действия с жертвым животным, которые только священники делают. Их собратья левиты помогали им, пока не закончилось служение, и пока другие священники не совершили обряд освящения. Левиты отнеслись к обряду освящения более добросовестно, чем священники. Интересная мелкая такая пометка. Левиты — это младшее духовенство, священники — старшее. И младшие более добросовестные, более серьезные. Неофиты. Или они, как младшие, привыкли работать на совесть, а старшие так уже расслабились. Как в армии, по крайней мере, в мое время, тот, кто старше сроком службы, тот уже не очень-то и служит. Не знаю. Но вот интересная маленькая деталь. Не очень похоже, что это написано или очевидцем, или свидетелем, или кем-то со слов очевидца-свидетеля. Потому что вот так не пишут те, кто не видел этого и не знают точно, как было. Господу было принесено много всесожжений, много жира перешедленных жертв и много возлияний. Так было восстановлено служение в Господнем храме. Из-за Киеве весь народ ликовали, что Бог укрепил свой народ. Все это произошло чудесным образом. Перезаключен завет, по сути дела. Он подтвержден заново для новых поколений. А что самое главное событие в обрядовой ритуальной жизни Древнего Израиля? Конечно, празднование Пасхи. Об этом следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok